Здравствуйте, ребята! С вами Надежда Николаевна. Добро пожаловать на канал Ума. Сегодня я вам предлагаю сказку «Умный мужик». А для этого, как всегда, сели удобненько, я приготовилась и начинаю читать. В одной деревне жили-были два мужика. Один был богатый, а другой бедный. У богатого мужика всего вдоволь, а у бедного детей много, а всего добра один гусь. И дошло дело до того, что нечем стало бедняку детей кормить. Что тут станешь делать? Думал-думал, как быть, чем детей накормить. И надумал. Жарь, хозяйка, гуся! Зажарили гуся, поставили на стол, а хлеба нет, ни крошки, говорит мужик. Ну-ка, станем без хлеба есть. Надолго ли нам его хватит? Лучше отнесу гуся барину. Хлеба у него попрошу. Ступай, муженек, ступай, говорит жена. Может быть, хоть пол мешка муки даст. Пришел мужик к барину. Принес тебе гуська. Не побрезгуй принять. А мне хоть немного муки дай. Нечем детей кормить. Ну, ладно, барин говорит. Умел ты гуся подарить? Сумей его разделить промеж нас без обиды. Разделишь без обиды? Велю наградить. А не сумеешь? Выпороть прикажу. А семья у того барина сам с женой два сына да две дочери. Всего шестеро. Попросил мужик нож и стал гуся делить. Сперва отрезал голову. Подает барину. Ты всему дому голова. Так вот тебе гусиная голова. Отрезал гуську. Барыни подает. Тебе дома сидеть, за домом глядеть. Вот тебе гуська. Отрезал лапки. Подает сыновьям. Вот вам по ножке топтать отцовские дорожки. Топтать отцовские дорожки. А дочерям по крылышкам дал. Вам с отцом, с матерью не век жить. Вырастите, полетите прочь. Своё гнездо ведь. Остальное себе взял. А мужик сер да глуп. Мне гладать хлуп. Засмеялся барин. Хорошо, мужик, гуся разделил. И сам в обиде не остался. Барин велел дать два мешка муки бедному мужику. Услыхал про то богатый мужик. Позавидовал бедняку. Зажарил пять жирных гусей. Принёс барину. Сам кланяется. Не побрезгуй, ваша милость, принять за поклон от меня пять кормлённых гусей. Спасибо, братец, спасибо. Никак ему пять гусей между шестью человеками не разделить. Позвал барин бедняка. Можешь ли пять гусей промеж нас без обиды разделить? А чего не разделить, отвечает бедный мужик. Подаёт одного гуся барину с барыней. Другого гуся двум сыновьям подал. И вас теперь трое стало. Третьего подал двум дочерям. И вас стало трое. Двух остальных себе взял гусей. И нас стало трое. Никому не обидно. Барин рассмеялся. Ну, молодец, мужик. Знал, как надо разделить. И себя не забыл. Ребята, вам сказочка, а мне бублика-вязочка. Теперь говорят лайков. Вязочка. Ну что, а теперь давайте поразмыслим. Потому как в сказке встречаются, ну, такие слова. Я думаю, не всем понятные. Например, мужик барине отрезал гуску. Ну, гуска – это самая часть, крайняя, на конце тела, будь какой птицы. То ли курей, то ли уток, то ли гусей. А вот слово есть еще – хлоп. Ребята, если судить по картинке, что голову отдал барину мужик, крылья дочерям, а ножки отдал сыновьям, а еще вот гуску отдал жене барина. Так получается, что он себе забрал всю основную вот часть гуся. Но посмотрела в словаре, а в словаре обозначается, что это получается кончик крестца у птицы. Хвостец или куприк. То есть, это та часть конца хвостика у птицы. Котлету своему старые утки, кронштепы, до такой степени разжиреют, что вся у них хлопь. То есть, вот эта вот задняя часть покрывается салом. Вот такие дела, мои хорошие. Вы слушали, а я читала. Поэтому с удовольствием ставьте лайки. Для меня это будет очень приятно. Всего вам доброго. Нажимайте колокольчик. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго.